Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео хочу показать вам покупки уходовой косметики, которые были сделаны за последние три недели. Ну, в общем-то, наверное, это все покупки за октябрь. Больше пока ничего покупать не собираюсь. Давайте начнем с покупок в магазине Подружка. Они сделаны по акции от Кафе Мими. В принципе, меня и заинтересовала в этом месяце только эта акция, так как и так собиралась приобретать продукцию этой марки. При покупке на сумму от 249 рублей полагался вот такой подарок. Он, конечно, меня заинтересовал. Это гель для души, банан и личи. Но если я вижу что-то кокосовое или банановое, у меня рука сама тянется. Вот этот гель я получила в подарок за покупку. Он маленький, здесь всего 110 мл. Я дома, конечно, открыла, протестировала аромат. Очень приятный, очень нежный. Я с удовольствием таким гелем воспользуюсь. Приятно было получить в подарок. Что же я купила? Сумма моих покупок составила с моей скидкой 250 рублей. И цены буду озвучивать со скидкой. Первое, что я купила, это повторная покупка. Это скраб для тела кокос и папайя. Обошелся он мне в 92 рубля. Это двойной скраб на основе и соли, и сахара. Он очень-очень мелкозернистый, с приятнейшим, нежнейшим, но довольно ярким ароматом. Понравится только тем, кому нравятся очень нежные мелкозернистые скрабы. Я такие люблю. Они не травмируют кожу, что приятно. Можно использовать для всего тела, а не только для ног. Поэтому вот такая баночка закончилась и с удовольствием открою эту. Следующая покупка, можно в общем-то тоже назвать ее повторной. Это крем-баттер для тела. Но в прошлый раз я покупала какао и жожоба. В этот раз выбрала манго и кокос. Пока чуть-чуть постоит у меня в запасе. У меня открыт сейчас баттер от другой марки. Но этим я буду пользоваться с большим удовольствием. Он достаточно густой, насыщенный по текстуре. У предыдущего был приятный аромат, который оставался на некоторое время на коже. При том, что средство густое, быстро впитывалось, отлично кожу напитывало, смягчало. Делала прям такой, могу даже сказать, бархатистый. В общем-то, пользовалась с огромным удовольствием. И крем-баттер обошелся мне со скидкой в 79 рублей. И последнее, что я купила, это покупка в первый раз. Это мыло-скраб для тела банан и личи. Я думаю, давайте откроем, посмотрим, так как собираюсь им пользоваться. Я думаю, это будет еще более мелкозернистый. Да, смотрите. В общем-то, это похоже на мыло для душа, которое есть в линейке Кафе Мими. Но там есть крохотно-крохотные, как вы видите, скрабирующие частички. Я думаю, еще будет более нежный вариант, чем вот этот скраб. Так, аромат не протестировала. Пахнет очень-очень приятно. Нежный аромат. Вот этого более яркий. Может быть, не всем понравится. Такой яркий, насыщенный. У этого совсем легкий, еле ощутимый. Действительно чувствуется и банан, и личи. Ну, в общем-то, и покупками, и подарками я довольна. Так как это то, что я с удовольствием буду использовать. Всего одна покупка у меня из магазина Улыбки Радуга. Это Head & Shoulders для мужа приобрела. Он постоянно таким шампунем пользуется. Стоил он 200 с чем-то рублей. Был по акции. И я списала баллы. В общем, мне он обошелся в 174 рубля. Учитывая, что здесь 400 миллилитров. Это очень-очень хорошая цена. Две покупки были сделаны в Магнит Косметик. Проезжала мимо магазина. Увидела, что в этот день это было не 15 число. Но все равно была скидка 20%. Что я купила? Средство для интимной гигиены. Лактоцит. Со скидкой в 20% мне обошлось 239 рублей. Цена выгодная. Так как в других местах, в аптеках, в других магазинах цена 330-350. И увидела, можно сказать, своего любимчика. Это гель для быстрого удаления кутикулы от Салли Хансен. Здесь большой объем. 29,5 миллилитров. Прекрасно размягчает кутикулу. Действует, наверное, лучше всех подобных средств, которые я пробовала. Но средство не бюджетное. Например, в подружке без скидок цена сейчас 467. А в Магнит Косметик цена была очень приятная. 324 рубля. Я подумала, ну, за такие деньги надо взять. Тем более, мне такого пузырька хватает достаточно надолго. Ну, и маникюр с этим средством делать очень-очень приятно. Одна покупка была сделана на сайте Озон. Заказывала я кое-что нужное. И как раз у меня заканчивался тоник для лица. От Белита. Ромашковый. Ну, наверное, всем уже известный. Хотела его повторить. Но при просмотре товаров от марки Белита взгляд упал вот на такой тоник. Успокаивающий. Он подходит не только для лица, но и для области вокруг глаз. С экстрактом облепихи и липового цвета. Он подходит для сухой нормальной кожи. Решила приобрести его. Здесь небольшой объем 145 миллилитров. Цена... Ну, я, правда, списывала баллы. У меня получилось за него 122 рубля. Ссылку, к сожалению, не оставлю. Сейчас его нет в наличии. Но товары на Озоне то пропадают, то появляются. Поэтому, ну, в общем-то, если захотите, найдете. Может быть, он появится. Открыла его буквально пару дней назад. Что пока могу сказать. Да, у него очень приятный аромат. Я чувствую и липу, и облепиху. Хорошо увлажняет кожу. Тонизирует. Не оставляет какой-то липкости или каких-то неприятных ощущений. Ну, в общем-то, хороший такой рабочий, добротный тоник. Чудес каких-то не делает. Но моей коже подошел. Поэтому буду пользоваться с удовольствием. Одна покупка у меня из гипермаркета Лента. Ездила, в общем-то, за продуктами. Но, конечно, я не могу пройти мимо стендов с уходом. И увидела вот такой крем от марки Дав. Он идет у нас с кокосовым маслом и миндальным молочком для сухой кожи. Привлекла меня надпись для сухой кожи. Думала, что крем будет такой, знаете, уже зимний, жирненький. Хорошо подойдет, вот, может быть, на ноябрь, например. Крем я уже открыла. Он довольно, я не могу сказать, что он совсем легкий, но он не питательный. Он увлажняющий и смягчающий. Питание он не оказывает. Он не густой, не жирный. Он достаточно быстро впитывается. У него приятный аромат. Я думаю, на сейчас, да, на конец октября, на ноябрь он подойдет. На зимний период. Но вот лично для моей кожи рук он все-таки будет слабоват. Ну, вот, поэтому сейчас в осень использую. Потом что-то посильнее себе куплю. Повторная покупка. Опять же, ездила в карусель за продуктами. Некоторое время назад я покупала по акции вот такой блистекс. Бальзам для губ. Он у нас идет с мятой. Он губы прекрасно увлажняет. Составляет очень приятный для меня холодок на губах. По акции он был за 99 рублей. И в этот раз была опять в магазине. Что-то плохо их, не знаю уж почему, раскупают. Хотя 99 рублей для блистекса просто, мне кажется, шикарная цена. Но я решила покупку повторить. И хотя тот у меня еще бальзам не закончился. Но этот полежит в запасе. И с удовольствием буду пользоваться. Он мне очень понравился. Увлажняет просто отлично. Несколько покупок у меня из небольшого магазина корейского и японского ухода. Ездила я в другой район города. И там увидела небольшой магазинчик корейской и японской уходовой косметики. Ну, конечно, в основном цены там небюджетные. Какие-нибудь там кремы, сыворотки все стоили дороже тысячи рублей. Я как-то все-таки побаиваюсь покупать непроверенные средства. Они могут у меня лично вызывать аллергию. Что меня заинтересовало и что я купила. От марки Deo Pros. Для меня это достаточно известный корейский производитель. Я раньше покупала маски. Я выбрала лосьон для рук и тела. Он у нас идет с ароматом цветущей вишни. Пока вам могу показать только тюбик. Он зафольгирован. Вот так вот красиво выглядит тюбик. Даже несмотря на то, что он зафольгирован, ощущается нежный, приятный аромат. Я думаю, когда открою, аромат будет еще более насыщенный. Мне он напомнил туалетную воду вишни в цвету от Ифраше. Стоил 126 рублей. Но здесь и объем неплохой 100 миллилитров. Я буду использовать и для рук, и для тела. Но если для рук окажется слабовато, будет оказывать только такое слабое увлажнение, значит, использую для тела. И в этом же магазинчике заинтересовали меня маски для лица. Был очень большой выбор. При этом цена на маски была, на мой взгляд, очень бюджетная. Где-то от 40 до, наверное, максимум 70 рублей. Я выбрала три маски, которые, как я почитала, подходят для нормальной и для сухой кожи. Первая маска вот с такой симпатичной улиткой на обложке с муцином улитки, как уже понятно. Вторая маска с коллагеном. И третья с оливой, с оливковым маслом, видимо. Для моего типа кожи они должны подойти. Стоила каждая маска что-то в районе 45, по-моему, рублей. Ну, попробую, посмотрю. И немного покупок у меня было сделано на аптечном сайте. Заказывала я лекарства. Но, как я уже говорю, мимо уходовых средств я пройти не могу. Решила испытать вот такую очищающую полоску для лба, носа и подбородка от Secret Slan. Меня заинтересовало название, конечно же, «Горький шоколад». Здесь всего лишь одна полосочка в этом пакетике. Я думаю ее использовать для носа. Раз в месяц я использую такую полоску. Чаще мне не нужно. Но скоро протестирую. Стоила она 40 рублей. Часто довольно-таки покупаю вот такую крем-краску в готовом виде для бровей и ресниц от FITO COSMETIC. Покупаю в черном оттенке. Мне более удобен формат в тюбике. Здесь краска находится в небольших таких пакетиках. Хранить ее менее удобно, но на ее качествах это не отражается. Я ее использую для бровей. Стараюсь не забывать, не лениться. И где-то раз в 10 дней подкрашиваю брови вот этой краской. Ну вот на 7-10 дней мне этого хватает, чтобы не нужно было потом подкрашивать карандашом, а только укладывать прозрачным гелем. И заинтересовала меня вот такая коллагеновая маска. Ну, в общем-то, это обычные патчи для области под глазами. Тоже от марки SECRET SLAM, да, то есть от марки, которая очищающая полоска. Здесь всего лишь одна пара. Стоила она достаточно бюджетно, 36 рублей. По-моему, какая-то скидка была. Ну, купила просто ради интереса. Вдруг мне эти патчи настолько понравятся, что захочется покупать их на постоянной основе. Ну, вот такие покупки были сделаны за октябрь. В общем-то, мне кажется, все нужное, полезное. По крайней мере, то, что я уже открыла и использую, я всем довольна. Ну, а остальное открою, протестирую в ближайшее время. И отзыв, скорее всего, оставлю уже в пустых баночках. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем отличного настроения. Всем самых-самых удачных покупок. Всем пока!